В Рязанской области сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания получат дополнительные премии в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов во время онлайн-совещания с главами учреждений. Эти деньги – дополнительное поощрение к выплатам, предусмотренным из средств федерального и регионального бюджетов в рамках борьбы с пандемией COVID-19. В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции повышенное внимание сейчас к интернатам и специализированным центрам, учреждениям социальной адаптации и реабилитации. Таких учреждений у нас 25. В них круглосуточно находятся люди, которым необходима особая поддержка – пожилые, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, люди с инвалидностью. А это все повышенная группа риска. Министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец сообщил, что в 25 стационарных учреждениях соцобслуживания в настоящее время проживают более 2000 человек. С 23 апреля более 450 сотрудников работают посменно по 14 дней в режиме полной изоляции. Из резервного фонда правительства Рязанской области были выделены 11 миллионов 66 тысяч рублей на закупку кроватей, постельных принадлежностей, средств личной гигиены, продуктов питания, антисептических средств для организации работы и отдыха сотрудников в режиме полной изоляции. Также из областного бюджета были выделены средства для единовременных поощрительных выплат в размере 14 тысяч рублей. На сегодня 333 сотрудника 10 таких учреждений эту выплату уже получили, отметил Валерий Емец. Он добавил, что ведется работа по предоставлению федеральных стимулирующих мер поддержки всем сотрудникам, работающим в сменном режиме. Министерством сегодня ведется работа по предоставлению дополнительных мер материальной поддержки в виде выплат стимулирующего характера сотрудникам, находящимся в режиме изоляции. Это уже федеральная мера. На эти цели Рязанской области выделен почти 31 миллион рублей. Выплаты получат все сотрудники, работающие в сменном режиме. Об условиях и порядке этих доплат они уже проинформированы.